Не представляю Пушкина В эти дни вся просвещенная Россия дает памяти великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Люди читают его стихи, к подножиям памятников приносят цветы, вспоминают о его жизни. Вы сегодня услышите очень редкие записи воспоминаний о поэте цыганки Тани, Татьяны Демьяновны, как звали ее в старости. Татьяна была певчей в знаменитом московском хоре, и по словам современников, по воспоминаниям современников, песни в исполнении цыганки Тани трогали Пушкина до слез. С цыганами у Пушкина была связана вся его жизнь. Еще в 14 лет, будучи лицеистом, он взялся за написание, не дошедшего, к сожалению, до нас, романа «Цыган». Юноша часто пропадает в цыганском таборе, а зрелый мужчина становится постоянным завсегдатая цыганского хора. Поздно было час двенадцатый, когда мы собирались спать ложиться, как вдруг ворота зазвонили. Бежит ко мне Лукерья, кричит, «Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят». А я только волосы распустила, голову белым клотком повязала, ну вот такой выскочила. А в зале-то уже четверо, потому как хор наш очень любили и часто к нам приезжали. Голохвастов, Прокасев господин и Павел Бойнович Начокин. А с ней, невысокого роста, вот лапы такой, губы толстые, зубы белые, большие. Как увидал меня, да как захохочет, поваренок кричит, поваренок! Она мне точно, платье красное, сицевое, да голова белым клотком повязана, как колпачком. Засмеялась и я, только мне больно некрасив показался. И сказала я своим подругам, по-нашему, по-цыгански, «Дейка, дейка, ну не лачу, так и вы же скэри! Гляди, значит, гляди, как некрасив, точно обезьяна!» А они так и залились, а он давай приставать. «Ты что сказала? Что ты сказала?» А я говорю, «Да ничего, сказала, что вы надо мной смеете, с поваренком меня зовете!» А тут Нащекин ему и говорит, «Ты, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет!» Наши-то в ту пору уже все собрались. Хор наш был небольшой, всего семь человек, но голоса-то были отменные. У дяди Александра такой тенор был, что другого такого я во всю свою жизнь не слыхивала. А стеша бывала, как запоет, «Уж не бушуйте вы ветры буйные!» Или вот эту «Ах, матушка, голова болит!» Так без слез слушать невозможно. Даже итальянская певица приезжала к Аталане, так и та заплакала. Однако ж, когда я петь начала, в моде были сочиненные песни, А любимая была у меня вот эта. «Ах, матушка, голова болит!» «Ах, матушка, голова болит!» «Сценная прелесть, а не поваренок!» И стал с тех пор Пушкин часто к нам приезжать. Бывало и один, и все, то днем, то ближе к вечеру приедет, И только с одной со мной занимается. То петь меня заставит, то по-цыгански учится говорить, А то просто болтать начнет, да хохочет, заливается. А мы все про цыган кочевых читали у Пушкина, И многое я помнила наизусть. И вот однажды прочла я Пушкину. «Здравствуй, племя молодое! Узнаю ваши костры! Я и сам в иное время провожал си и шатры! Завтра с первыми лучами Ваш исчезнет вольный след! Вы уйдете, но за вами Не пойдет уж ваш поэт!» Ну, прочла я это Александру Сергеевичу, А он, а он опять давай хохотать! «Я, говорит, на тебя, Татьяна, Новую поэму напишу!» А это, а это вот аккуратно Масленицу было. И на дворе опять мороз лютый был. Он как приехал, так слаженно на лежанку-то и забрался. Сидит на лежанке и говорит, «Ох, хорошо, тут у вас тепло, Только вот есть очень хочется!» А я ему говорю, я ему говорю, Тут, Александр Сергеевич, Харчевня поблизости есть, Послать за блинами. А он в один миг поврезговал, Поморщился и говорит, «Харчевня? Грязь!» «Что вы, говорю, Александр Сергеевич, Сама бы есть не стала!» Ну, что ж, посылай, пусть еще и бутылочку шампанского купят. Ну, мой дядя в один миг испроборил, Принес блинов, бутылку шампанского, И стал нас, Пушкин, угощать. Сам на лежанке сидит, Тарелка с блинами на коленях ест, Да приговаривает. Таких вкусных блинов я нигде не дал, Шампанское по стаканам разливает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да только тут приходит и зазвонили. Пушкин с лежанки спрыгнет, Да ко мне и говорит, «Ав, Татьяна, из-за тебя забыл, Что меня кредитор дожидается. Взял шляпу и выскочил, Как сумасшедший. А я подруге своей Ольге Стала хвалиться, Что на меня Пушкин Обещал новую поэму сочинить. А ей, а ей завидно стало. Она и говорит, «Вот скажу на Щекину, Чтобы он просил не на тебя, А на меня новую поэму написать». А на Щекин в ту пору уж Больно за Ольгой маялся. Красавица она была, Да и в Тора чудесная. Но дела у На Щекина Шли неважно. И все она никак не соглашалась Выходить за него замуж. На что Пушкин Над ним подсмеивался. «Ты, — говорит, — На Щекин, Возьми хоромысло, Нацепи на него Два ведра с молоком, Да ступай под окно к Ольге. Может, она над тобой Тогда и жалится». На что На Щекин ему говорил. «Тебе, — говорит, — хорошо, Пушкин, Напишешь двадцать стихов, Вот тебе и двадцать золотых в руку. А мне каково?» Но вскоре дела у На Щекина Стали налаживаться. И Пушкин склонился И переехал жить к нему на Садовую. Ольга склонилась И переехала жить к нему на Садовую. Пушкин у них часто бывал в гостях, А его брат, Лев Сергеевич, Так у них даже и ночевать оставался. Да и я хаживала. И уж очень они меня любили И ласкали, да баловали. Да и не за что на меня было обижаться. А это вот году в тридцатом было. Да, пожалуй, что так. Тогда еще холера страшная сделалась. Мы перестали выступать, И Пушкин в Москве не показывался. Но прошло время, болезнь отошла, И стали мы опять давать концерты. И Пушкин в Москву приехал. Только вот редко стал бывать у нас в хоре. Все говорили, что он у невесты сидит. Уж очень в нее влюбленный. А это вот аккуратно два дня до его свадьбы случилось. Приехала я к Нащокину с Ольгой. Не успели мы с ними поздороваться, Как крыльцо сани подкатили. И в сенье вошел Пушкин. Увидал меня, да как закричит. Ах, радость, Татьяна, как я рад тебя видеть! Здорово, моя бесценная! Щеку меня поцеловал. Сел на софу, да задумался как-то. Грустный такой сидит. А я ему говорю, Александр Сергеевич, что с вами? А он мне в ответ, Татьяна, а, Татьяна, слышала? Ведь я скоро женюсь. Ну, как, говорю, не слыхала, Александр Сергеевич, Конечно, слыхала. Господин, вы добрый, ласковый, совет на любовь. А он опять ко мне давай приставать. Ну, Татьяна, Татьяна, ну, спой мне что-нибудь на счастье. Ну, думаю, что бы ему такое спеть. Был у меня предмет. И уехал он жить в деревню. На всю зиму в деревне жить остался. И очень я тосковала по нему. И вот, думающая об этом, Запела я Пушкину песню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пушкин. Не сердись. Субтитры создавал DimaTorzok Приласка А великую потерю предвещает. И недолго он тогда у нас оставался, Уехал, Уехал ни с кем не простился. А уж, как плакали мы по нему, по Александре-то Сергеевичу, Когда узнали, что убили его сердечно. Давно это было, и кажется, все перенести можно, да вспоминать, вспоминать непереносимо. Субтитры создавал DimaTorzok Любви, Любви, надежды. Немножеством картин старинных мастеров Украсить я всегда желал свою обитель, Чтоб соеверно им удивился посетитель, Взирая важному суждению знатоков. В простом углу мою средь письменных трудов Одной картины я желал бы вечно зритель одной, Чтоб на меня с холста, как с облаков, Пречистая и наш Божественный Спаситель. Она с величием, он с ангелом в очах взирали, Круткие во славе и лучах одни, Без ангелов под пальмой Сиона. Исполнились мои желания, Творец тебя мне не спасла, Тебя, моя Мадонна, Чистейшей прелести, Чистейший образец. В 46 часов была отпущена Богом Пушкину, Когда он умирал от смертельной раны. Он благословил свою жену Наталью Носить траур в течение одного года, А потом выходить замуж. Прошло семь лет, только когда Наталья Обвенчалась слонским. Четверо детей у них было. Когда умирал Пушкин, Самой старшей Марии не было еще и пяти лет, А самой младшей Наталье всего восемь месяцев. Рядом с ним были друзья, Тургенев, Жуковский, Дали. Они, прощаясь с Пушкиным, говорили, «Может быть, нам пригласить На отпевание твое митрополита? Или, может быть, сейчас пригласить Кого-нибудь из священников Для того, чтобы ты исповедовался?» Он сказал, «Вот, ближайший храм спас нерукотворный Любого священника зовите, любого!» Настоятелем храма спас нерукотворного, Что на конюшном переулке в Санкт-Петербурге, Недалеко от Мойки 12, где находился дом Пушкина, Где он умирал, пришел священник, Полковой священник Петр Песоцкий. Он был в тот момент настоятелем этого храма. Он прошел всю войну полковым священником 1812 года, В войну с Наполеоном. Он видел все кровавое месиво. Он прошел через такие ужасы, А до войны. Но когда вышел, приняв исповедь у Пушкина, Он вышел весь в слезах и говорил, «Я хотел бы умирать так, как умирал этот человек». Тихо, спокойно. И он очень просил, чтобы передали убийце, Тантесу, что он не держит на него зла и прощает его. Когда-то Пушкин сказал, «Мы ленивы и нелюбопытны, Но по вашему вниманию, вашим глазам я поняла, Что вы очень любопытны и очень внимательны. И если, может быть, сегодня, Может быть, через несколько дней Вам захочется открыть домик со стихами Пушкина И прочитать его чудесные произведения, И не только стихотворные. Значит, не зря мы сегодня беседовали с вами. Значит, не зря искали самые убедительные слова. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Игра Игра и Пушкин, я вас люблю, хоть я бешусь. Пушкин, я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, но в этой глупости несчастный у ваших ног, я признаюсь, мне не к лицу и не по летам. Ну, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет, сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, их платье шум, их голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнётесь? Мне отрада. Вы отвернётесь? Мне тоска. За день мучения. Награда. Мне ваша бледная рука, когда запять себе прилежно, сидите, вы склонясь небрежно, глаза и кудря пустя, я в умилении, молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам моё несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье, вы отправляетесь вдаль, и ваши слёзы в одиночку, и речи в уголку вдвоём, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Алина! Сжайтесь надо мною! Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но... Притворитесь! Этот взгляд всё может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад! А сейчас Валентин Викторович Брагин, город Самара, исполнит нам две песни на стихи Анны Ахматовой. Чугунная ограда и смуглый отрок бродил по аллее. Сейчас, минуточку. Минуточку. Я скажу два слова про тему. Мы немножко здесь переиграли нашу последовательность выступлений. То есть, мы начали с Пушкина, потом у нас будет Зуховский, потом Державин. А, к сожалению, тему, так сказать, предшественника Державина, то есть, как было Моносова Михаила Васильевича, по некоторым обстоятельствам мы оставим эту интригу, мы перенесём на следующее заседание Литературно-музыкального клуба Петра Дуброва. Там тема у нас обозначалась как гегзометр и Ломоносов. Но тема Пушкина сейчас у нас будет продолжена. Литературно-музыкальный клуб. Ахматова Чугунная ограда Чугунная ограда Сосновая кровать Как сладко, что не надо, мне больше ревновать. Постель мне стелют эту с рыданием и мольбой. Теперь гуляй по свету, где хочешь, Бог с тобой. Теперь гуляй по свету, где хочешь, Бог с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одно стихо-хматовое тут уже точно, как в Сокушкине. Смуглый октрак городил по аллеям. Она такая чистая, импровизационная, как спою так ладно. Смуглый октрак городил по аллеям. У озёрных грустил берегов, И сколь те мы лелеем. Еле слышны шелест шагов. Иглы совсем густо, иголка, Устилают низкие в них. Здесь лежала его треуголка, И растрёпанный дом, парни. Вау-вай, ты виду, ла-па-па-па. Ва-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ва-па-па-па-па-па-па-па. Вау-вай, смуглый октрак городил по аллеям. У озёрных грустил берегов, И столетия мы лелеем. Еле слышны шелест шагов. Ва-па-па-па-па. Ва-па-па-па-па-па. Ва-па-па-па-па. Еле слышны шелест шагов. А сейчас я приглашаю Аину Николаевну Стрельцову, городское поселение Петра Дуброва. Она немножко нам расскажет о Жуковском. Василия Андреевича, да? Василий Андреевич Жуковский родился 9 февраля 1783 года. Село Мишинское, Белёвский уезд, Тульская губерния. Русский поэт. Один из основоположников романтизма в русской поэзии, сочинивший множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог. В 1817-1841 годах учитель русского языка Великой княгини Александра Фёдоровны и наставник царевича Александра Николаевича. Тайный заведник в 1841 году, автор слов государственного гимна Российской империи, «Божий царя храни» в 1833 год. В литературном отношении считал себя учеником Карамзина, участник литературного объединения Арзамас. В 1818 году принят действительным членом Академии Российской. Вошел в сон первостепенных русских классиков литературный наставник Александра Сергеевича Пушкина. Реформатор русской поэзии в число стихотворных размеров русского языка ввел афимбрахий и белый пятистопный ябл. Усовершенствовал русский гексометр, автор классического перевода «Одиссея». Сейчас я вам прочитаю элегию Жуковского, называется «Море». Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты жива, ты дышишь сметенной любовью, тревожной думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Или тянет тебя из земных, из земные неволи, далекое светлое небо к себе? Таинственной, сладостной, полной жизнью, ты чисто в присутствии чистым его. Ты льешься его светлозарной глазурью, вечерним и утренним светом горишь, ласкаешь его облака золотые и радостно блещешь звездами его. Когда же сбираются темные тучи, чтоб ясное небо отнять у тебя? Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, ты рвешь и терзаешь в рождепную мглу. И мгла исчезает, и тучи уходят, но полная прошлой тревоги своей ты долго вздымаешь испуганные волны и сладостный блеск возвращенных небес. Не вовсе тебе тишину возвращают, обнажив твоей неподвижности вид, ты в бездне покойной скрываешь смятение, ты белым любуешься, ты небом любуешься, дрожишь за него. И сейчас я прочитаю свой рассказ, который был опубликован в сборнике «Мистики и легенд» в 2019 году. Называется «Таинственная поляна 2». Триверный. Называется она «Подсказка». После долгого перерыва во времени, как-то осенью, перед праздником Великой Матери, решила я найти свою Таинственную поляну. В этот раз провожающего у меня не было, зато были желающие составить мне компанию. Собрались мы на них зорьки ясные, солнышко только свои лучи первые пораскинула. Дорогу, конечно, я уже не так отчетливо помнила, но надеялась, что лес сам меня приведет в нужное место. С утра птички запели, солнышко заиграло, народ Берендеевы встречает. Листва на деревьях и кустарниках такая пестая, разноцветная. И двинулись мы в путь. Добрались до леса, да лес уже не тот. Понастроили в этом лесу, а его весь повырубили. Вместо того, чтобы молодняк посадить, старые деревья еще крепкие с корнями повалили. Легкие города убивают. Увидели мы тропинку, чуть приметную между кустарником, листой припорошенную. В голове вскальт мелькнула. Она, наверное. Свернули. Впереди ничего уже не видно. Где-то тут должен был овраг. Вот и он. Значит, мы идем правильно. Поднялись, и здесь я увидела деревья со знакомыми метками. Они уводили нас в глубь леса. Затихли птичьи голоса. Поваленные деревья и сломанные ветки то тут, то там. Стало даже как-то жутковато. И вот тропинка вывела нас на поляну. На поляне все пришло в движение. Деревья гнулись от ветра, налетевшего неизвестно откуда. Листва, поднятый в воздух, прожил с над поляной. Стонал и гудел могучий дух. Я стою и внимательно наблюдаю за пролетающей мимо меня листвой и вслушиваюсь в лесные звуки. Мои погодчики сгрудились за моей спиной и в нерешительности смотрели на поляну. Только тогда я поняла, почему так вели себя деревья. Я нарушила тайну поляны и привела на нее людей. Надо быстрее покинуть поляну, пронеслось в моей голове мысль. А вслух я сказала, друзья, это не та поляна. Пойдемте отсюда поскорее, пока мы не заблудились. Мысленно я поблагодарила деревья за подсказку и попросила, чтобы мы беспрепятственно покинули лес. И с тех самых пор хожу в этот лес одна. Ну, если вы позволите, я сейчас с Алексеем Толопило свою вам песню «Вью над водой». «Вью над водой» «Вью над водой» Расстилается, бью над водой, Расстилается. Жених у ворот, ой, жених у ворот, Жених у ворот дожидается. Жених у ворот, ой, жених у ворот, Жених у ворот дожидается. Вывели ему, ой, вывели ему, Вывели ему вороного коня. Вывели ему вороного коня. Это не мое, ой, это не мое, Это не мое, это батюшки моего. Вынесли ему, ой, вынесли ему, Вынесли ему в сундуки полны добра. Вынесли ему в сундуки полны добра. Это не мое, ой, это не мое, Это не мое, это тевеля моего. Вывели ему, ой, вынесли ему, Вынесли ему в сундуки полны добра. Это не мое, это не мое, Это не мое, Богом служенное. Это не мое, это не мое, Это не мое, Богом служенное. Вью над водой, ой, вью над водой, Вью над водой расцелается. Вью над водой расцелается. Вью над водой расцелается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как看 вам представили? Нет? Нет, сакан? Есть, что не сакан в медлeld上? А. Это выступали у нас Гаина Николаевна Стрельцова, Алексей Талапила. Петра Дубровна. Ну а сейчас я хотел бы озвучить очень тему интересную, можно сказать сквозную. Она у нас проходит по каким-то внутренним нашим мотивам через многие номера «Голоса Петра Дубравы». Вот у Галаила Романовича Державина есть такое стихотворение «Бог». То есть мы не понимаем, что такое есть «Бог», но это практически программа исследования, познания Бога 18 века. И я хотел бы обратить на такую особенность, то есть я сам это увидел в стихах Державина, что емкость строки, она больше, чем в современном языке. На это, конечно, нужно обязательно обратить внимание. Жил он 1743-1816 год. Вот этот вот сборник, который я держу, стихотворение Державин, издало издательство «Правда» 1983 год. Вот ты, пространством бесконечной, живые в движении вещества, Течением времени привечной, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый. Кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, Кто все собою наполняет, объемнет, жиждет, сохраняет, Кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, Хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет, Не могут духи просвещенные, от света твоего рожденные, Исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись терзает, В твоем величии исчезает, как в вечности прошедший ниг. Хаоса бытность довоименну из бездны в вечности возвал, А вечность прежде в век рожденну в себе самом ты основал, Себя собою составляя, собою себя сияя, Ты свет, откуда свет истек, создавый все единым словом, В твоем не простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь в век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, Конец началом сопрягаешь и смертью живот даришь, Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся, Как мразный, ясный день зимой пылинки и не сверкают, Вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил возвышенных миллионы, в неизмеримости текут, Твои они, твоят законы, лучи, челотворящие льют, Но огненные сии лампады, или рдянах кристалей громады, Или волн злотых кипящий сон, или горящие эфиры, Или вкупе все светящие миры, перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущенно, вся твердь перед тобой сия, Но что, мною, взаимая вселенная, и что перед тобою я, В воздушном океане оном, миры умножим миллионом, Сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, Лишь будет точку и одною, и я перед тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь, Величеством твоих доброт во мне себя изображаешь, Как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, Несытым никаким летаю, Всегда таянием в высоты, Тебя душа моя бы чарит, Вникает, мыслит, рассуждает, Я есть и ты. Конечно, есть и ты. Ты есть природа чин, вещает, Гласит мое мне сердце то, Меня мой разум уверяет, Ты есть, и я уж, я уж ничто. Частица целой я вселенной, Поставлен ниться мне в почтенный Соединение естества я той, Где кончил твое и ты телесных, Где начал ты духов небесных, И цепь существ связал всех мной. Я связь миров, повсюду сущих, Я крайняя степень вещества, Я средоточие живущих, Черта начального божества, Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь, я раб, я червь, я бог, Но будучи я столь чудесен, Отколи произошел безвестен, А сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, Твоей премудрости я твой, Источник жизни, благ, податель, Душа души моей и царь твоей. То правде нужно было, Чтоб в смертную бездну приходило Мое бессмертное бытие, Чтоб дух мой смертность облачился, И чтоб через смерть я возвратился, Отец бессмертия твое. Неизъяснимый, непостижный, Я знаю, что души моей Воображение бессильны, И тени начертать твоей, Но если словословить должно, То славам смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, Как им к тебе лишь возвышаться, В безмерной разности тяяться, И благодарны слезы речь. 1784 год. Вот я от себя скажу только, Еще сделаю такое небольшое замечание, Что стихи Державина, Они немножко как бы показывают Вот именно то, О чем мы часто говорили между собой, Об предназначении поэта, И о том, как себя поэт, Если он себя хочет считать поэтом, Должен вести в обществе, Но ведь Державину приходилось Выдерживать свою линию Перед императорицей, Перед императором российским. То есть мы склоняем головы В современную эпоху И льнем к неким истокам мелким. А как бы милостивые государьи, Господа, так скажем, Товарищи, друзья однополчане, Смогли мы противостоять Императорскому мнению Или посылу, Или желанию, простому желанию. И когда императорица Екатерина II Он называл, Есть здесь такое сихотворение, Фелиция, Фелиция, вот, Ее как бы называл И подразумевал, что это именно есть Сама Екатерина, Просила написать еще одну оду о ней, В этом же духе, Державин отказал. Вот смог бы кто-либо из современных поэтов, Самарских поэтов, Которые есть, конечно, в Санае поэты, И хорошие авторы есть в Санае, Безусловно, Противостоять просьбе Императорицы. Это очень большой вопрос. Вот Державин это делать мог. То есть, он был, когда в Апале, Он не стал возвращаться. Он был министром юстиции, Вот, был вельможей Высокопоставленным. Но вот, как бы, Он посчитал, что Поэтическое слово Останется в веках, А прислуживание, Сгибание и поклонение Уйдет в небытие. Вот, и сейчас я хотел бы попросить Гостей из Самары, Дениса Сокового, Который у нас уже выступал В Петра Дуброве, Но в фойе он будет выступать впервые, Проиграть несколько музыкальных композиций На гармоне Пожалуйста. Хромка. Гармонь типа хромка. Спасибо. Я играю на таком Замечательном стоматике. Сейчас я начну Сначала частушные Престовые мотивы. Идем частушные спрятки. Ой, ой, ой. Зазвенило. Да, будет. Беда, 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 Щелуха белая, А вторую оттуда Беда, 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 ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Начали играть? Давай сейчас сыграем. Повеселее. Где присылает? Ну и это веселый молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это... Вариант Барни. А! Ну, есть песня Барни, представая Барни, 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 барни. Есть множество вариантов этой песни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ КОНЕЦ КОНЕЦ ПЕСНЯ 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 Сделать правильный так сложно. И каждый шаг как будто в никуда. Идти на ощупь, как необходимость, Летят лишь гладко с быстротой года. И впереди одна непроходимость. И сколь терпения хватит, надо жить, творить. Необходимой судьбою. И каждым днем бесценным дорожить, Смирившись с каждой участью любовью. Сейчас я вам прочитаю стихотворение. Называется «Кот, малыш, мама, мурка». Это стихотворение написало, обратило внимание, Что у моей внучки есть кошка, Она ее Муня, мурка зовет. А у кошки сынок, она его Лева назвала. И вот днем спят коты, А в ночь сядут на окно, И на луну смотрят. И смотрят, и сидят, и сидят. И вот у меня такие слова. Кот, малыш, и мурка, киска Долго смотрят на луну. Мам, она висит мне близко. Почему? Я не пойму. Мя, ма, они летают. Интересно в мире тон. С темнотой к утру растают. Там у них волшебный дом. Мя, ма, ведь это тиски. Их хвосты уявил я. Дам я им с едой у миски. Где же мисочка моя? Это звезды, мой котенок. Они светят там всегда. Рысь и век, а рядом львенок. Ах, вдруг погаснет. Что тогда? Каждый вечер рядом вместе В окно смотрим на луну. Звездочки всегда на месте. Ах, мяу, и жену мою одну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас еще вам почитаю стихотворение. Я назвала его «Любите, чтобы солнышко любить. Любите, чтобы здравствуй говорить. Любите, чтоб теплом души делиться. Любите, чтоб для всех добро творить. И чтобы в добрых чувствах утвердиться. Любите, чтобы Родину любить. Любите, чтоб природой любоваться. Любите, чтобы солнышко любить. Любите, чтобы в озере купаться. Любите, чтобы встретить Рождество. Любите, чтобы Богу помолиться. Любите это чувство Божества, любите, чтобы этим насладиться, любите, чтобы ум растет все зло, любите, чтобы радовались дети, чтобы со здоровьем всем нам повезло. Пусть будет мир и счастье на планете. Людмила Владимировна Харабрина, город Самара. Я надеюсь, что она будет все-таки таким-то образом, пускай не каждый раз, участвовать в нашем формате «Звучащие слова». А сейчас я представлю знакомую нам всем, Ену Михайловну Горбунову. Вот она должна была вдохновиться, послушать всех остальных участников, тоже нам почитать стихи и, может быть, споет песенку. На твою книжечку, потому что я, может быть, сяду и... Я хочу вам почитать стихи Пушкина. Самая правда, я Макси, чем я Милана, мы почитаем Пушкина. Автор Пушкин. Не стану я жалеть о розах, увядших с легкой весной. Мне мил и виноград на лозах, в кистях созревших на лозах. Краса моей долины злачной, страда от рада осени золотой. «Подолговатый и прозрачный, как персты девы молодой». Вот это он. А тут вот еще это маленькое здесь стихотворение. «Буря. Ты видел деву на скале, в одежде белой над волнами, Когда, бушуя в бурной мгле, играет море с берегами, Когда луч помнит, озарял ее всечасным блеском алым. И ветер бился и летел с ее летучим покрывалом. Прекрасно море в бурной мгле, и небо в блесках без лазури. Но бурь мне, но верь мне, дева на скале, Прекрасной воли небес и бури. А теперь вот «Я мой талисман». Это Пушкин написал о себе. Там, где море вечно плещет, на пустынные скалы, Где луна теплее плещет, сладкий час вечерней мглы, Где в граммах, где гарямах, наслаждаясь, дни проходят мусульман, Там волшебница ласкаясь, мне вручала талисман. И ласкаясь говорила, сохрани мой талисман, В нем таинственная сила, он тебе любовью дан. Он от недугов, от могилы, в бурю, в грозный ураган, Головы твоей, мой милый, не спасет мой талисман. И богатства востоку он тебя не одарит, И поклонников пророка от тебя не покорит. И тебе, налона друга, от печальных чуждых стран В край родной на север с юга не умчит мой талисман. Но когда коварные очи очаруют вдруг тебя, Или уста во мраке ночи поцелуют, не любя, Милый друг, от преступления, от сердечных новых ран, От измены, от забвения, сохрани мой талисман. Вот это стихотворение он написал о себе Именно в то время, когда вот уже у него, Я прочитала, когда у него был уже момент, Он уже чуял, что ему придется умереть, Когда его стрелял так. А вот я еще хочу вам попробовать спеть Из оперы, это тоже слова Пушкина, Ворон к Ворону летел, может слышали? Ворон к Ворону лети, Ворон к Ворону кричи, Ворон, где в нем отобедать, Как бы нам о том проведать? А Ворон, где в нам отобедать, Как бы нам о том проведать? Ворон, Ворону в ответ, Знаю, будет нам обед, В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Кем убитый, отчего, знает сокол лишь его, да кобылка вороная, да хозяйка молодая. Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел, а хозяйка ждет милого, неубитого живого. Ворон к ворону летит, ворон к ворону кричит. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Это из оперы. А теперь я, в тот раз я вам хотела спеть, но не получилось, я сейчас вам спою. Это немножко военная здесь тема. Растет моя березка в Краснодаре. Растет моя березка в Краснодаре. Шумит листвой на площади труда. Она не вспомнит о былом пожаре. В войне на ней не отыскать следа. Пусть будет над березкой небо синем, и даль степная будет ей видна. Ах, сколько есть березок у России, но на земле Россия лишь одна. Пройдут года, она расправит плечи, войдет в свою березовую стать. И соловей, и соловьи кубанские под вечер, и песни будут сильно напевать. Пусть будет над Россией небо синем, и даль степная будет ей видна. Ах, сколько есть березок у России, но на земле Россия лишь одна. Пусть будет над березкой небо синем, и даль степная будет ей видна. Ах, сколько есть березок у России, но на земле Россия лишь одна. На этом я наше заседание литературно-музыкального клуба «Петра Дубрава» 24-е объявляю в закрытом. Следующая будет 8 марта, то есть второе воскресенье у нас падает на 8 марта, также в 14 марта. Так что прошу всех приходить, пожалуйста. До свидания. До новых встреч.